Всем привет! Вы на канале По Странам, и сегодня мы с вами отправимся на острова Гилии в Индонезии. Но для начала давайте мы расскажем немного о себе. Нас зовут Соня и Боб, и мы уже больше года в кругосветном путешествии. Мы ведем наш тревел-блог, кайфуем от этого, потому что это дает нам возможность делиться эмоциями, обмениваться знаниями и общаться с самыми лучшими людьми на свете. Потому что наша аудитория — это наша сила, вы даете нам заряд мотивации идти к нашей цели. А наша цель — это посетить 100 стран. Мы не торопимся и исследуем каждую страну тщательно, потому что теперь путешествие — это наш образ жизни. В этом видео мы изучим острова Гилии. Из всех островов, на которых мы раньше были, Гилии оставили невероятные впечатления и однозначно выделились на фоне других мест. В этом видео мы поплаваем с черепахами, покатаемся на конном такси, поживем в отелях разной ценовой категории и, конечно же, попробуем местную кухню. Всем привет! Вы на канале «По странам». И мы прибыли на острова Гилии! Видео от души. Расслабляйтесь, устраивайтесь поудобнее и наливайте чай. Мы начинаем! Из города Матаран на острове Ламбок мы отправились в порт Бангсал, который находится всего в 45 минутах езды. Все это время мы восхищались красотой, которая окружала нас на протяжении всей поездки. А вот туда мы сейчас плывем! Просто невероятно! Остановились специально заснять. Куда это мы намылились? Три острова. Планируем посетить все три. Так красиво! Просто вау! А тем временем мы продолжаем груженые ехать на острове Гилии. Боб решил заправить байк перед тем, как мы его оставим в порту. Чтобы им было что сливать. Просто захотела перейти дорогу прямо перед нами. Мы приехали в порт и сейчас будем покупать билетики, а потом припаркуем байк и погоним по коням. Торопимся, поэтому мы быстро-быстро в самой ближайшей парковке паркуем байк и валим. Наш байк мы оставили здесь, на парковке. Стоит 10 тысяч в сутки. И парковка прямо на пирсе, но тут много разных. Мы на ближайшее оставили. Мы с Бобом пришли в порт. Нас радует то, что мы здесь не одни туристы. Значит, мы приехали правильно. И сейчас будем ждать нашу лодочку. До этого суетились, в общем, как дети. Как будто в первый раз. Ну, посадка на борт. У-у-у, мы плывем на Гели. Как вы можете заметить, мне промочить ножки невозможно. Но такая жара, что даже в радость. Такой интересный кадр получился. Ставь лайк, если тебе понадобится. Всем хэллоу из деревянного прекрасного судна. Я не знаю, сколько нам плыть, но здесь очень жарко. Я мечтаю, когда мы поедем, когда на нас будет дуть ветерок. Но я вам скажу, Гели будут по-любому очень красивыми. Продолжайте смотреть выпуск, несмотря ни на что. Это свиздец просто. Нас так качает. Просто жесть. Посмотрите, как ее раскачивали. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Все равно круто. Это такое чисто человеческое. Я здесь был. По кайфу. Сейчас пешка драмом, пойдем в наш отель. 18 минут. Мы сейчас пытаемся найти нашу виллу. Идем по вот таким вот заброшкам. Смотрится это все вообще очень стрёмно, честно вам скажу. И жара такая, что мы в шоке. Мы нашли наш домик. Не наш? Нет. В любом варианте дерево красивое. Блин, я подумала уже, что наш. Так, ошибочка произошла на прошлом кадре. Вот, сейчас мы заходим в нашу виллу. И очень даже миленько, смотрите-ка. Есть бассейн. Здесь главное, тень. Ребята, в тени уже можно находиться. Тенька Евчика, а это одна из наших будок. Будок. Одна из наших будок наша. Один из этих домиков на другом. Вообще смотрится прикольно, скажите. Мы в таких прям давненько не жили. Да как будто вообще не жили. Что-то новенькое. Грязненький бассейн. Мне сейчас, честно говоря, пофиг. Нет, я не полезу. Не полезешь? Полезем с тобой в море, да? В море. А нам уже принесли welcome drink, друзья. Не успела я сходить в душ. Но скоро будет обзор виллы. Давайте проведу вам экскурсию по нашей небольшой, но очень уютной вилле. Вы когда заходите, видите несколько домиков. Они похожи на домики хоббитов. И есть бассейн. Он немножечко грязненький. Но все равно в такую жару, я думаю, что он спасает. Здесь очень маленькая территория. Но несмотря на это, здесь прям стоят шезлонги. То есть, в принципе, можно позагорать. Можно просто почилить. Хотя бы чуть-чуть частично под солнышком. Это наш домик. Мы его откроем с вами чуть-чуть попозже. А сейчас безумно длинная, долгая экскурсия. Да, я понимаю. Больше всего мне нравится здесь на территории, что здесь есть такие беседки с маленьким столиком. Там, где вы можете расположиться и просто... С пивасиком. Можно брать тортишки. Не обязательно даже с пивасиком. Просто почилить. Ветерок дует. Кайф невероятный. Гели – это просто невероятное место. Потому что, как только мы сюда приехали, нас бесплатно накормили. Нас заселили и бесплатно накормили. Сейчас вы увидите этот кадр. Ну, просто я в шоке пока что. Ну, Смешка, расскажи, что произошло. Ты пошла спросить, где кафе. Я подошла спросить, где можно поесть. Ну, вдруг здесь есть какая-то кухня, потому что очень жарко. И мы такие, блин, перекусить бы поближе где-то. А они просто привели меня на кухню и сказали, вот еда, бери. Бери, не стесняйся. И они просто положили тарелку супа. Я здесь чуть-чуть положила рисика. Ну, так, чтобы сильно не объедать, но я в шоке. Нам просто дарят еду. Я несколько раз переспросила. Они такие, да, типа, все нормально. Че? Прикольно. А теперь обзор видов. Вам покажется, Саняшка. Персональная экскурсия для всех зрителей по странам. Тут у нас такой диванчик. Мы здесь лежим, монтируем, наслаждаемся свежим воздухом. Сушилка. Есть маленькая плетеная мусорка. Вообще, классно, что плитка. Очень чисто все. Заходим внутрь и наслаждаемся огромной кроватью с чистым бельем. Как будто только что отглажено. Стол, холодильник. Есть полотенце для душа. И есть пляжные полотенца. Вот это мы не рассчитывали. Вообще, очень классно. Кстати, чистые, как будто новые. Шкафчик. На ключик он закрывается. Мы заценили. Здесь лампочка, тумбочка. Очень уютно. Нет верхнего света. Но эти лампочки, я думаю, то, что вечером нас порадуют. Открытая ванная. Открытая ванная, это значит то, что вы моетесь на улице. Но не прямо на улице. Вы стоите, на вас дует ветерок. Вот так ушел и лица листики. Птички поют. А вы моетесь. Обращаю ваше внимание, что все блестит, все чисто. И как будто новая сантехника. Есть горячая вода. Нам больше вообще не надо для счастья. Прикольная раковина. Здесь бамбуковая какая-то лестница. Зеркало. Здесь это шампунь даже и гель для душа. Прикольные такие пробирочки прям. Или как это называется? Колбочки. Кайф. Ну, нам очень нравится. Очень. Такое островное прям жилье. Очень уютненько. Не знаю, что будет ночью. Шумно, не шумно. Это дальше мы увидим. Но больше всего нам нравится цена, которую вы увидите на своем экране. И это с включенным завтраком. Посмотрим, какой здесь будет завтрак. Кайф. Это наша первая вылазка. Мы дошли до водички. Здесь везде предлагают разные рамбутаны, мангостины. Вообще такой шум. Все все предлагают. Пройдемся, посмотрим. Мы вообще вышли в магазин просто за водой сходить. Но такая классная атмосфера. Вообще. Тут прям набережная. Отовсюду такое классное музло играет вообще. Кайф. А пляжи, я так понимаю, здесь нет. Краснабон. А, нет, смотри, народ плавает. Лодочки. Куча шезлонгов. Вау. Понятно, где все люди. Нафиг вообще сидеть в отеле, если здесь такая красота. Вообще, пляж какой-то бомбический. Ну, что, покайфится, Санежка? Вообще, просто лучший остров. Лучший остров. Где? На сегодня. Смешно. Великолепно. Спасибо. А как вам такое? Ёлочка? На пляжике. Забавненько. Мэри Крисманс. Он и имел в виду с Новым Годом. Был без книруска. Опять блинчики. Неудолго ты будешь нас с ним ободеть от блинчиков. Мы ищем блины, которые были на гугл-картах. Но мы не взяли с собой интернет, поэтому мы не знаем, куда нам идти. И идем по Нейти. Мама! Заезжайте! Это мама? Движение, друзья, как в Москве. На МКАДе. Вообще не пройти. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вы поняли, чем здесь занимаются в основном туристы, да, друзья? Но мы против всего этого, вообще в любом виде, поэтому проходим мимо. Сегодня у нас переезд в новый отель. Потому что что? Потому что у нас сегодня юбилей. Шесть лет мы с Саняшкой вместе. Поэтому мы надеемся, что отель будет чуть-чуточку получше, он подороже. Но еще нам нужно провести стрим, нужен хороший интернет. И поэтому попросили на ресторане вызвать такси. Но поскольку здесь нет ничего с моторчиком, это будет Хорскар. Ждем. Посмотрим. Сколько стоит. И насколько ли это комфортно. Наша карета прибыла. Погнали. Надеемся, никто из нас сегодня не превратится в тыкву, потому что мы собираемся отмечать. Это просто лучший тук-тук. Просто посмотрите. Пахнет медь. Просто жесть. У него есть магнитолы другого. Может, ты снимешь? Ну что, Саняшка, насколько это некомфортно по 10 баллям шкафить? Ну, как бы я этому водителю не поставлю 10 звездочек или сколько там нужно ставить. Это трэш. Нет, водитель-то водит нормально, но дороги. Просто жесть. Такого-то, кто-то у нас еще не было. Зато не пешкодалом. Зато мы не тащим вещи в нашу годовщину. И мы понятия не имеем, сколько стоит эта поездка. Ну, по традиции, нас водитель привез не туда. Вместо другого конца острова он привез нас в порт. Зачем? На что мы ему сказали, что он не прав. Экскурсия, мне кажется, уже стоит как минимум 300 тысяч. Ну, пошло. Годовщина! Дороже, чем отель. А здесь стоянка такси. Мы проезжаем порт. Смотрите, какое количество такси. Они все так красиво уже стоят. Ну, все какие-то маленькие, да? Прям кордики волосатые. Это больше не нужно. Больше не нужно. Хай! Друзья, мы примчали к нашему отелю. Ну что, развели нас на 250 тысяч. Это, конечно, дофигища. Ну, запомним его при встрече, плюнем в лицо. Так, ну что мы видим? Бассейн. Достаточно большой. Бар у бассейна. И ноль человек народа. Ну ладно. Ну, пофиг. Будем вдвоем тусить. Великон дринк. Радует. Смотрите, какой вид, друзья. Бассейн, морюшка. Но к морюшку хрен пройдешь, поэтому будем чилить у бассейна. Да, Санечка? Красота! Самое время показать вам, где мы устроились. На островах Гили, где мы празднуем нашу годовщину 6 лет. Шок! Открываем номер. И заходим. Отель совсем новый. Мы смотрим на огромную кровать. Белоснежное белье. Красивую какую-то... Вот здесь вот какую-то закалючку. Прекрасное кресло. Здесь вообще такой стилевый номер. Мы, когда смотрели фотографии, когда бронировали, подумали, что за стремная стена. Честно, нам на фотографиях она вообще не понравилась, потому что выглядела как фотообои. Но это роспись стены. Так что, когда ты заходишь, это смотрится гораздо вживую, интереснее, чем на видео и на фотографиях. Потому что здесь, ну согласитесь, красиво. Картина здесь. Это тоже не печать. Это реальная картина. Здесь, около кровати, мы видим разные пультики, которые регулируют освещение в этой комнате. Тумбочки, розетки, бесшумный новый кондиционер, нормальный телевизор, огромная рабочая поверхность из настоящего, приятного натурального дерева. Вообще очень люди любят такие большие столы. Есть маленький чайник, чашки, кофе, чай, водичка в стекле. Что-то на богатом. Ложки, вилки. Не знаю зачем, но спасибо. И открывашка. Все, открывашка это показатель уровня отеля. Открывашка это значит расслабляйся. Можем увидеть здесь очень много разных меню. Спа. В общем, мы ознакомимся. Это очень интересно. Стоечка, наверное, для чемодана. Нифига себе, чемодан лежит на стойке из натурального дерева. Холодильник. В холодильнике ничего нет. Огромный шкаф, куда поместились все наши вещи. И приятная особенность. Здесь есть классные хлопковые халатики. И даже... Это что? Это что такое? Это что такое? Что? Я как будто в магазине шматья. Это что? Это... Это поясок. Класс. Нравится. Зонтики, тапочки. Это, наверное, пакет для стирки. Ванная. Ванная тоже достаточно большая и уютненькая. Обратите внимание на сантехнику. Какая она красивая здесь. Выполнена в розовом золоте. Как будто открывашка экрана. Как это называется? Смеситель. Красивый. Также есть вода, стаканчики, салфетки. Приятно удивила косметика, которая здесь расположилась. Душевая. Тоже очень чистенькая. Все полотенцы как будто только что купили. Это очень приятно. Ну и фуалет. Фуалет вы наверняка вы видели. Такой вот номер. Мы от него в восторге. Сам отель новый, красивый. Бассейн там просто потрясающий. И мы к нему очень скоро пройдем. Бассейн видно из нашего номера. Да, у нас номер с выходом к бассейну. Предоставляют пляжные полотенца. Есть бар прямо в бассейне, что тоже очень сильно радует. Ну, красота. Пайм лайк. Пришло время изучения окрестностей. Саняшка, не прячься, а рассказывай, что есть у нас вокруг отеля. Вообще, мы сейчас идем за пироженками. И это будет прямая экскурсия до самых вкусных пироженок на свете. По виду точно. Мы их еще не пробовали. Сейчас мы проходим зону лобби. Оно тоже такое все классное. В эко-стиле. Все в огромном бамбуке. Я думаю, что это бамбук, да? Или какой-то огромный тростник, может быть. Все с такими крышами, листиками. В общем, все в единой концепции. Все очень красиво. Мы в восторге. Мы целый день просто лежим и не можем осознать, как же нам повезло. Потому что отель супер новый. Еще не успел раскрутиться. И снять его за такую стоимость было просто нашим супер-купер-вездением. Здесь еще один бассейн у нас. С баром народ чилит. А здесь? Я люблю слово здесь. Сразу морешко. А тут у нас расположено морешко. Прилив. И морешко. Здесь не было воды. Да, утром были камушки, когда мы заселялись. А сейчас очень даже ничего. А еще прикиньте, прикиньте, прикиньте. Этот отель бесплатно предоставляет велосипед. Ты можешь снять велик. Ну как снять. Просто взять велосипед и кататься по всему острову. Чем мы воспользуемся? Потому что сегодня стрим. Непростой. А алко-стрим. Поэтому мы поедем за пивком. Спортсмены такие за пивасом. Ну собственно говоря, мы уже дошли. Наверху наш ресторан находится, а под ним находится кофейня, где мы ели уже сегодня пиццу. Она была очень вкусная. Но мы ее не сняли, потому что нам было лень. Но вы можете посмотреть шортсы, которые есть на нашем канале. Ссылочка в описании к этому видео. И здесь что мы видим? Смотрите, какая вкусняшка. И стоит 20 тысяч и 40 тысяч. И на наш взгляд это прям хорошая цена. Поэтому мы сейчас быстренько что-то выберем и слопаем. Да. Ну я, пожалуй, буду Нью-Йорк чистей. И Нью-Йорк. Ну и сегодня купили мороженое с водой за такую же стоимость. У меня просто в голове не укладывается. Ну покажи что-то. И все, это сейчас будет вот здесь вот, вот здесь вот. Народ готов встречать закат. Вот так это все выглядит. Давайте посмотрим. Что, по чем? 79 тысяч. Маленькая бутылка пива и пицца с моцареллой. Прям норм прайс. Идем ищем пиво. Уже полчаса. Идем ищем пиво. На нашей стороне острова нет пива. Нашли магазин. Что вы думаете? Правильно. 54 тысячи. Как и в ресторане рядом с отелем. Идем дальше. Ходим торгуемся за пивом. Сейчас нам предложили за 50. Мы сказали нам нужно 8. Она сказала 37. Семьдесят. Не, ой, 47. Семьдесят нас не устраивает. Смотрите, какая красота вокруг. Семьдесят нас не устраивает. Такой, а он тих. Тих-тих. Рядом с портом нашли вот такой рыночек прикольный. Ивангуем, что здесь все недорого. Давайте быстренько посмотрим. Манга-джуф, двадцатка. Вообще любой сок по двадцатке. Круто. Нашли в итоге магазин, где по 45 пивасиков. Ой. Мы заказали пиццу. Опять в этой кафешке. Потому что она нам очень понравилась. Она здесь была очень-очень-очень вкусная. И заказали мы ее сделать попозже. Потому что мы проводим стрим. Друзья, наши стримы проходят каждую субботу. Старт. 15-18. Мы сообщаем об этом дополнительно. Но каждую субботу стараемся проводить стримы. Поэтому тут пишите на наш канал. Вам придет уведомление. Обязательно поставьте колокольчик. Два с половиной часа поспали. Десятичасовый стрим провели. Время отдыхать. Посмотрите, какие безумные здесь закаты. Просто невероятно. Это просто какая-то сумасшедшая картинка. Время. Имуль transition read. Музыка. Время. 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 Парк. голос хриплый а значит это утро поэтому мы сразу собрались как только проснулись и идем завтракать потому что сегодня мы переезжаем из этого отеля и у нас есть задача до 12 сделать все что вообще мы не сделали вчера завтрачный выглядит шикарно мы приходим на завтрак и нас сразу радует комплиментом кухни это посмотрите выпечка выглядит она как первоклассная вообще пекарня пахнет изумительно я вам скажу я сейчас себя еле сдерживаю чтобы не накинуть на нее потому что я жду кофе вот такое меню на завтрак нам предлагают нам принесли уже сок кофе йог саняшка как тебе еще несут еду чиппад это моя смотрите какая красота ну кай саняшка сейчас будет пробовать что-то пошло не так вот это да ну что вкусненько да это вкусно а теперь экспертная оценка от саняшки сколько мы станем за завтрак завтрак на 5 звезд из пяти это просто божественно я еле дышу вот так вкусно это просто не знаю завтраку ставим однозначно лайк очень советую что-то не знаю что-то не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В лучших традициях канала по странам, выезжая из прекрасного отеля, мы переезжаем в Кибитку, идем на нее пешком, потому что что? Потому что Хорс Кар стоит как номер в том отеле! Идем пешком через весь остров! Ну еще потому что Хорс Акси нам вообще не понравилось! Ну это не комфортно! Вообще не комфортно! Нас так долбануло пару раз, что мы сейчас смеемся вот так! Вот так! И идем! Можно, конечно, пройти по набережной, по этой классной, благоустроенной, но мы не ищем легких путей, а ищем короткий путь! А он идет прямо здесь! Ну ладно! 100 метров отошли от нашего отеля! Смотрите вокруг! Покажи, Саняш! Просто пустыня! Там какие-то местные сушат белье или там вообще это постирочное отель нашего, фиг знает! 100 метров! 120 метров прошли! Просто живут дети, семьи! Нифига в 120 метрах от пляжа! Круто! На острове! Бебеха! Саш! Ээээ! Ты что? Как она? Все! Рио! Смотри! Классно! У нас есть Бебеха по странам! Всё! На теперь с нами тусить! Или нет? Пирь! Идем! Ну реально чего? Не отставай! взяли увели у кого-то козу это же козочка ну блин а рога где рога только у козлов она продолжается ведь ей с нами нравится это ее гонишь но потом нам предъявится козу за что мы ее не звали она просто идет может она обратно вернется может она такая хочу в отель хочу жить в отеле у нас конечно есть навигатор но и знаки нам подсказывает что мы на верном пути там у нас была гора сократить путь решили но мы как всегда но мы идем в обход на нашей дороге как оазис стоит просто бар посередине было его и бар до моря привал бы нормально топать может 10 минут идет как приятная музыка качелька вообще бар посередине острова только цены здесь никак реально как в оазе на пляжу сам кафе такие же цены они вообще смотришь специально для таких путников как мы которые заколебались которые в пустыне мох купят бутылку воды и за миллион рублей а знаешь что я там вижу там целое стадо мух 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 вон они здесь выпадают ничего не менее западает вода не книг нет в падалок реально в теницы реально я понимаю я понимаю тихого прошли две трети но ручки конечно мокренькие но уже цивилизация и прикольно прогуляться прикольно если были бы чемоданы но блин да тут бы уже пришлось ехать а так берем дальше есть и такие не только пассажирские все мы дошли мы дошли это было не очень легко но вот он наш сидис лодж ценник на экране проходим и видим что мы сняли за полторашку тут есть ресепшен давайте посмотрим куда же нас приведут насколько будет сильная разница между нашим отелем в котором мы жили до не сейчас но кстати территория очень даже неплохая у нас даже есть небольшое патио как будто или не у нас у нас тоже есть мы сняли этот номер на один день он говорит то что завтра стоит так же что вам интересно что нас ждет рум-тур а кстати начнем пожалуй с вераночки у нас тут вообще-то два стула есть и столик где мы планируем сидеть наслаждаться нашими прекрасными кустами прекрасным видом на куст у нас такой угловой номер здесь между прочим сушилка где-где тут бог надо мной угорает потому что я часто говорю слово проходим в номер там где цвет типа не преследует нас везде просто как вам такое лазурное царство огромная кровать на секундочку чистая постельные белишки я его уже проверила такой ну хлопковое белье да понятно то что не суперлюкс но очень приятно постелька такая классная вообще на самом деле номер стилю века так смотрится уютненько вот вам подушечки на секундочку четыре подушки и две декоративных круто два полотенца офигенный деревянный шкаф зацените зато улезают все наши и многочисленные вещи особенно это здесь оно на искусство посмотрим на нас и тревел слушай зе он лис синг ю буй зэт мэй сью это для тех кого 10 как ничто проходим в ванны ванна радует нас микроскопической раковиной я такие видела только где-то в торговых центрах и несмотря ни на что это американ стандарт вообще-то на самом деле поэтому сюда вложились как бы можно сказать извиняюсь зеркало прекрасная вешалка это же лестницу туалет смысле вешалка это же влазить а куда а куда она не влезет вот это окно мы никак не пролезем ну не голова туда не влезет я как кошка везде могу просочиться не понятно туалет и и душевая здесь такое как минимум чтобы не перепутали сто о и шампуууууууууууууууууууу聞ку п aimeded увидим да ну знаете 1500 включенным завтраком от 1200 без завтрака то есть мы еще и переплатили нифига себе 300 рублей и сейчас мы с вами посмотрим как кормит на завтрак пиву за 300 рублей завтрак нам принесли максимально скромный рядом сашей виллой увидели кафешку посмотрели на цены они невысокие выглядит красиво бесплатный вай фай сделали заказ сейчас посмотрим что нам принесут но от порции мы конечно в шоке он так скажу и сок саняшку попробовал вкусный я попробовал вкусный давай попробуем еду и это стоит вообще но недорого сейчас мы напишем конечно сейчас я сфоткаю конечно инстаграм и телеграм друзья подписываемся все это там уже давно а вы пишете отзывы на всякие кафешки если да напишите в комментариях потому что мне интересно как много наших зрителей внимательно читают отзывы и пишут а по поводу попробовать это с радостью так прикольно обычно году году это буду году году называется она подается типа как салат а здесь это прям самостоятельное блюдо это вареные даже овощи на пару с ореховым соусом офигенное индонезийское блюдо но даже я могу сказать здоровая ну типа здоровая еда огонь ну как будто идите овощи с ореховой пастой представьте себя но представьте так что это вкусно саняшки просто саняшки принесли еще одно блюдо огромное чикен карри просто как это на вкус на эту тарелку это чуть-чуть кстати отдает помнямам не знаю почему может быть они чуть-чуть добавили этой пасты но я вам скажу офигенно немного курочки и овощей такое полезное и все это друзья вот за эту сумму как вам очень круто провтыкали мы полдня в кафе потому что выгружали во все эти соцсети youtube и рутубы одноклассники в контакте дзен даже на китайскую били-били наш новый выпуск про бали но уже вечереет и мы хотим успеть посмотреть на черепашек получится нас это или нет хз потому что здесь в 10 30 выезд и мы уже летим едем плывем на другой остров завтра поэтому черепашки либо сейчас либо мы их не увидим ну вот кто-то подготовился у него есть елочка на вилле у нас конечно такой роскоши нету саняшка восхищается окошком а я восхищаюсь лошадками и тишиной и мы не восхищаемся магазинами ну как то так на удивление есть вот такие магазинчики которые продают всякую вот здесь даже чехлы для телефонов на острове есть прикол ну собственно из таких улочек и стоит примерно половину острова не считая по половину где мы шли по пустыне и где паслись коров ну на самом деле но не скажу что тут рай везде строительный мусор какие-то заборы стройки вот когда такая повозка проезжает потом ты глотаешь пыль это вполне естественно ну как то так показываем как есть ну хотя бы есть туалеты сейчас случится дтп есть у лошади задних вот кто знает пробка из лошадей когда вы такое видели мне кажется только в кино а это приехало мороженое вы слышите эту заманчивую музыку все дети сбежали сисоняшка вместе с ними она вообще не заманчивая прямо на в том-то и дело здесь куча магазинов зачем у него покупать мороженка все я знаю мы сейчас пойдем покупать приз для наших подписчиков да какой я сейчас выберу что-то самое классное мы будем разобрать в этом видео будет розыгрыш конечно обалдеть приза пока нет поэтому ничего слова тоже так что идем дальше ну давайте покажем вам немножко набережную здесь в основном магазинчики но есть отели вот в таким прекрасным огромным шикарным бассейном ну кавычка понятное дело как такого пляжа не видно потому что везде припаркованы лодочки но между лодочками вы можете заметить как люди плавают мы тоже с удовольствием бы поплавали если бы не бежали к черепашкам ну выглядит так себе скажем честно ну и конечно сунирные лавки куда без них в одну из них и побежала саняшка что саняшка черепашка или грибочки что ты кукуешь что разогребать вот такие грибочки мне нравится гриппы ну и хочет сложно будет транспортировать они очень и него такие прикольные черепашки а вот с прайс вот с прайс вот 170 170 230 и манта 65 и 120 см해짛 170 это сколькоね? 200 200 Андреас, true mushroom, slow price, меньше price. Чипер, more cheaper. True mushroom, cheaper price, at least to meek price. I don't know. It's not original. It's not original. It's original. It's original. But we can't transport them. And they're broken. And why are the caterpillars? Listen, from 100 to 250. Let's see. Okay, thank you so much. We need, like, a few prizes. It's good. But we'll come to you later, okay? Okay, okay. We've reached the place, where we can bring all the boats to swim with masks. That's what? That's what it means. That's where we swim somewhere. Now we'll go and try to find them. Бобяш заныривает на островах Гелии в поисках черепах. И сейчас такая крутая музыка. Боб нарядился в очки и пытается найти всех черепах. Или распугать. Я не уверена. personas островововë из аттралмов. m поисках коржет facebook. 嗎? шname ритуал ритуал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы поплавали, полетали, аэроразведку провели, черепах не обнаружили. Придем с утра, если проснемся, и попробуем их найти. А если нет, то на топ-остров мы перебазируемся завтра, и там точно будут черепахи. А мы пока идем покупать на этот выпуск подарок. Думали, что здесь вечером тусовка, но вроде как нет. Ну, может, сегодня какой-то такой тихий день, не знаю. Ну, это очень странно, максимально странно. Слушай, а может, все свалили смотреть закат, там, где мы жили, в том отеле, а потом вернуться? Точно. Ну, это все, значит, все с пляжа сваливают. Здесь музыка не играет, никак никто не привлекает. Может, конечно, они вообще ночью включают все. Друзья, это все максимально странно. Ну, вот в этом кафе хотя бы есть люди. Да. Ну, что здесь делать? Здесь сейчас нет заката, здесь тусить неприкольно. Может, здесь только плавают, кто смотрит на черепах днем. Сейчас потемнело, черепах не видно, поэтому они все свалили там, где поживее. Как раз там, где кафешки, там, где музыка играет. Непонятно. Угу. А это везут какую-то вкусняшку местную. И он сигналит. Как он засыпает, так же с этими звуками, наверное. Вот, кстати, неплохая вилла, как называется. Смотри, бассейнчик, ну, такой, достаточно хорошенький. Прикольно. Прям первая-первая линия. Название не видно. Вилла Умгу. Свой пляж у них неплохо, прикольно. Но безлюдно. Но здесь, по крайней мере, разжигают гриль. Возможно, действительно, мы еще рановастенько. Странно, что нигде музыка не играет, никакой тусни, как-то так вот даже слишком спокойно. Может быть, до вечерней молитвы нельзя? А-а-а, может быть. Как на Лангаве, помнишь? Точно, она же сейчас играет, значит, из-за молитвы они музыку не включают. Все выключили, да. Да. Если вы не смотрели выпуск с острова Лангаве, посмотрите, он очень классный. И там целый остров без пошли на торговле. Бодичка, кстати, в магазине стоит 10 тысяч за полтора литра. Все красиво, но безлюдно. Непонятно. Проходим мимо такого интересного кафе. Решили посмотреть цель. Ну, давай посмотрим, Саняшка, что здесь. Ну, прикольно, мне кажется. Это все коктейли, да? Нет, это все коктейли. А, завтра. Посмотрите, брекфа стоит 95, и самый дешевый 80, получается. А Цезарь салат по 90. Ну, в общем, Саня, ну, не низкий. Не низкий, но красиво, атмосферно. И без такса. А, кстати, да, уже включено. Кстати, да, это не Бали, где еще к цене надо прибавлять до 21%. Здесь все уже с такси. Ну, и что, погнали. Мы реально не понимаем, где люди. Скорее всего, сейчас время 7 часов вечера. Придут попозже. Ну, у нас такое предположение. А вот так доставляют продукты на остров. Грузовая лодка, грузчики. Вот даже холодильник привозят. А сюда? Все, ручной труд. И сейчас приедет коняшка и все это заберет. Ну, здесь прям Новый год, красотища. Прикольное заведение. Называется Ля Ла Кала. Мы эту елочку днем показывали. Сейчас тут прям красота. А мы пока не голодны. Вечером вообще пушечно. Везде на набережной стоят блины. Вот мы думаем, может попробовать блинчик. Но они все сладкие. Я вот к сладкому не очень. Чока, бананы, чиз. Вообще все. Короче, все сладко, друзья. Проходим мечеть и слышим, что там все сидят. Давайте подглядим за ними. Действительно все сидят и молятся. И это дети. Наша попытка номер два. Саняшку крутят-мутят. Сейчас пойдет кормить рыбок. И, возможно, найдем черепашек. Погнали. Ну, дошли мы, да, где на карте нарисованы черепашки и что. И фиг знает, как до них добраться. Вплав явно не получится. Тут можно себе ноги все переломать, перецарапать. Ну, вообще, да. Нужно в коралках идти, а у нас в коралках нет с собой. Нет кораллов у нас с собой, поэтому идем туда, где есть вода у берега. Побежь назад. Саняшку контент. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посылал DimaTorzok Братан, но слишком много Тикет 40 Что тщет в случае? Спасибо, блин, я готов armas для政府 Хедер Ботиноград sea сотку для человека чтобы доплыть домино. Звучит как игра. Ладно, прорываемся через толпы туристов. Прям интересно, ну блин, 40. Мы конечно не помним, да, куда мы приплыли? Где наш останавливается дешевый кораблик? Нет, вот здесь вот он и останавливался. Вот прям здесь? Ну рядом с пирсом, вот там. Слушай, а может у них вот здесь билеты? Ну типа, они же правительство, у них прям должна быть будка прям такая нормальная. Какое правительство, здесь грибы продают на каждом шагу? Ну в смысле государственная лодка. Да, на Ламбоке было проще найти кассу. Здесь конечно сложнее. Но мы не сдаемся. Врагу не сдается наш гордый моряк. На пирсе должно быть все. А нам куча людей стоит, кстати, на пирсе. Интересно, сколько стоит там. Мы, конечно, поплыли не с пирса, а на какой-то так себе лодочке. Ну короче, нифига не просто, как вы поняли, на соседний остров уплыть. Ну по крайней мере, просто, но недешево. Вот так я вам скажу. Это смешно написано life is good official. Ну то есть, кто-то подумает, что это official cuts. Ага, видим очередь. Смотрите, очередь и куча туристов. Возможно, это все, кто едет на Ламбок обратно. Так, друзья, мы видим official cuts. По крайней мере, здесь так написано. Меню без очередь. Вот так, друзья, выглядит официальная касса. Девушки отдыхают. Какой цене для меня? $85. $85. $12. $85. $85. $40. $85 за персон? Нет. Ах, в чем я? Короче, нас тут напарили. Какое количество? 100 грамм. Ага, это сколько? 100 грамм. Ага, у меня это не разница. Only me and 40 people Это рубрика бомбяшки от бомбяшки Не, просто 150 экскурсия стоит по трем островам Ну что это такое? В общем у нас дилемма, друзья Государственные лодки не ходят между островами Они плывут за 18 тысяч из Ламбока в Гильеер За 21 тысячу из Ламбока в Мино И за 23 тысячи из Ламбока в Траванган Ну и назад, соответственно Между ними ничего не ходят, ходят за 40 Два раза в день В 9 утра Сейчас я вам точно скажу, чтоб не наврать В 9.30 и в 16.00 С Травангана на Мино уходит лодка за 40 на человека Местные нам предлагают за 150 Блин, ну до хрена Ну да, можно доплыть за 100, но на пляж, не на пирс Не где все останавливаются А просто вот на пляж и потом еще 13 минут Пожаре топать до нашего отеля Ну мы ему предложили найти еще пару человек Чтоб он нас за 100 довез до пирса Сейчас минут 10 подождем Если ничего не выйдет, нам придется за 150 ехать Это конечно дорого, потому что за эти деньги можно снять на сутки номер Вот когда вот такая разница в ценах Понятно, что цена вопрос в 1000 рублей Казалось бы, еще мы выпендривались Это плыть от острова до острова Но блин, когда ты сюда приплыл за 500 И в 2 раза дольше плыл, вот это непонятно Мы как-будто дождались А, окей Погодь, погодь, вот такой Нет, я качаюсь Ну немножко подождали и вот, вуаля Вроде как за сотку доплывел Ну в итоге он говорит, за сотку я вас довезу туда Да, ну видимо нашел еще кого-то попутчиков Видимо это наша лодочка Самая смешная Смотрите, а это лодка просто с камнями, вуаля Блин, она какая-то такая маленькая Посмотрите на эти досточки Ну что, в итоге мы плывем одни за сотку Но торг и боб, они не разлучны Потому что у всего есть своя ценность, я считаю Доплыв 15 минут за косарь дофига Да, Саняшка? Вообще она так качается Она такая маленькая, так стрёмно Вообще Ааааа Блин Идя-то я пойду из плавки Сейчас мы якорь достанем И как втопим Возможно он получил заказ на том берегу Вот вечная проблема, у них якоря куда-то цепляются За что постоянно Не прошло и 15 минут И мы достали свой якорь Зацепившийся за другой кораблик Вот за тот Ну как кораблик, залог Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем спасибо за просмотр Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал И не забывайте про колокольчик Чтобы не пропускать ни одно наше видео Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok